Хиджаб или диплом. Перед таким выбором поставили первокурсницу Лолиту Ташухаджиеву в Политехническом колледже Астаны. Девушка получила грант и поступила в этом году. В первый же день занятий Завуч сказала, что таким, как она, здесь не место. И она мне сказала, ты не обижайся, я ничего личного к тебе не имею. Ты же красивая, она мне сказала. Волосы у тебя тоже красивые, зачем ты ее закрываешь? Мама студентки Хава Гайгова написала письмо министру образования и науки с просьбой разобраться. В министерстве говорят, что приказа на запрет ношения платков нет. Руководство колледжа грозит правоверной студентке отчислением. Она ссылается на какой-то приказ департамента образования, что форма должна быть единая. Но в колледже не единая форма, там кто в чем хочет, хочет, то мы ходим. В Политехническом колледже демонстрируют документ, согласно которому хиджабам здесь хода нет. Вот это приказ директора, тоже нормативный акт, в соответствии с которым мы работаем. Вот пункт номер два. Он гласит, что носить в колледже хиджабы запрещается, как и другую нетрадиционную одежду, противоречащую светскому характеру образования. Как на последнюю инстанцию, приватно педагоги ссылаются на президента, который, как известно, хиджабы не одобряет. О, меня только никто не надо. Мне не надо меня вталить. Нет, мы видели. Правозащитник Булатбек Блялов говорит, в столице в этом году это уже 12-й случай нарушения прав верующих. В гоструктурах ссылаются на внутренние распоряжения, которые идут в разрез с Конституцией и международными пактами. У нас в соответствии с Конституцией гарантируется свобода совести, но вот в новой редакции закона о религиозных объединениях, религиозных деятельностей, вообще убрана норма о свободе вероисповедания. Духовное управление мусульман Казахстана высказало свою позицию в начале года. Кратко это звучит так. Запреты принуждения – есть оскорбления религиозных чувств. Правда, и среди имамов уже нет единства мнений. Слишком это политически пикантный вопрос. Подростки, школьницы, студентки и сами учителя должны соблюдать законы шариата и в то же время не должны нарушать внутренние уставы учебных заведений. Тут, как говорится, нужно находить компромисс, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Похоже, такие конфликты в Казахстане будут неизбежны до тех пор, пока государство и общество не смогут решительно определить отношения между религией и политикой.